Добрый вечер. Пожелаем нам всем победы, посвятим ей наши духовные усилия сегодня и вообще, я думаю, победы как жизненно важные продолжения существования государства, победы не как кровавой мести врагу, а как утверждение идеи еврейского народа, я даже не говорю идеи Тора, а идеи еврейского народа, воспитанного на Торе, впитавшего в себя Тору, утверждение идеи жизни прежде всего на жизни достойной, жизни, построенной на высокой морали и так далее, и так далее. Так что пожелаем нам всем победы, успеха нашим воинам, выздоровления раненым, возвращения пленных. Всегда упоминаю Люба Бат Михаэль, Ле Зихрау Лаилу Нишмата, и мы с вами в книге Мишлей «Царя Ашламо». Мы сегодня встретимся с неожиданными повторами, возвращением «Царя Ашламо», казалось бы, к одному и тому же, но, как всегда, нужно увидеть мудрость царя Ашламо и понять, что за видимым повтором скрывается, так сказать, поднятие, раскрытие, скажем, совсем другой темы. Вот я вывожу на экран текст вашего разрешения, да, и мы с вами продолжаем дальше. Вот мы с вами были в четвертой главе, я несколько перескочил к очень такой емкой и основополагающей фразе «Больше всего хранимого береги сердце твое, потому что из него источники жизни». Я не буду возвращаться к ее оттолкованию, я вернусь к тому немножко то, что было до нее, то, что я пропустил. И здесь в четвертой главе царь Ашламо говорит «Держись наставление, не оставляй и храни его, потому что оно жизнь твоя». Хорошо можно представить себе, что наставление такого отца, как царя Ашламо – это действительно определяющий момент в жизни, и такой момент, который дает эту жизнь, наполняет ее, продлевает ее, дает защиту. Это можно понять, мы об этом как-то говорили, да, вот. Но теперь говорится «Не вступай на стезю злодеев и не ходи по пути злых, избегай его, не проходи по нему, уклонись от него и пройди мимо». Есть путь злодеев, его можно назвать стезею очень хорошо, но царь Ашламо говорил уже об этом, он практически начал свое поучение, «Сын мой, если скажут тебе злодеи, пойдем с нами, будем жребий бросать на награбленное имущество, один карман будет у нас, поставим засаду на людей чистых, потому что они бесхитростные, на них легче охотиться, им легче поставить подножку для того, чтобы ограбить их и так далее. Сын мой, не ходи с ними, потому что они ставят засаду на кровь свою, на самих себя, сами прольют свою кровь». Это самое первое поучение, и, как бы мы понимаем, это такая изначальная посылка, придерживаясь честных путей, не склоняйся к слодейству, не склоняйся к тому, чтобы обманывать, очень хорошо. Но почему? Он сейчас возвращается почти теми же самыми словами к этому. Причина, которую он приводит здесь, царь Шламо, она несколько другая. Почему не надо становиться на путь злодейства, иная, чем во второй главе. Там они и сами себя поймают. Там они сами ставят засаду на себя и прольют кровь. Возможно, и сами же прольют свою кровь, потому что в таких компаниях, так сказать, всегда начинаются, как говорят, современным языком разборки. Здесь совсем другая причина. Потому что они едят хлеб беззакония и пьют вино насилия. Ну и можно сказать, ну и что? А им же хорошо. Там было понятно, что это опасный путь, потому что он приведёт к пролитию твоей же крови. Ты погибнешь на этом пути. А здесь говорится, что они едят хлеб беззакония. Ну и едят хлеб беззакония. Ну и что? И торжествуют. И пьют вино насилия. То есть то, что отобрано едят хлеб беззакония, получают выгоду от того, что присвоено незаконным путём, ни по суду, ни по закону. Пьют вино насилия, то, что отобрано силой. Здесь был извращён суд, и они обогатились. А здесь они применили силу, и поэтому у них есть это вино, которым они могут напиться. Но всё-таки почему же не надо быть с ними? Перескочим немножко. Путь нечестивых, как тьма. Они не знают, обо что споткнуться. В общем-то, похожее предупреждение на то, что было раньше. Сын мой, слова мои, внимай, реча мои, да не удаляться они глаз твоих. Так, да, вот, секунду, да, вот, да, и возьмём раньше просто, да, скажем, да, вот я хотел причину выделить, потому что они не заснут, да. Вот мы поняли, что не надо ходить с ними, потому что они едят хлеб беззакония и пьют вино насилия, да. Но, кроме того, да, может быть, это, может быть, и недостаточная причина даже, да, как бы в глазах кого-то. А потому что они не заснут, если не сделают зла. И пропадёт сон у них, если они не доведут кого-то до падения, да. Вот это как бы главная причина. Может быть, с неё-то и надо было начать. Ну, уж, извините, я как-то так хотел построить, да, что вот выделил сначала это, что они едят хлеб беззакония и пьют вино насилия, да. Вот, а на стезю у дурных не надо становиться. Почему? Да, вот, не потому что они погибнут или не только потому что они погибнут, а потому что они портят свою душу. Представьте себе человека, который размышляет о том, чтобы сотворить зло. И даже здесь не подчёркивается в этот момент, что зло ради выгоды. Он просто привык творить зло. От творения зла, так сказать, от совершения зла он получает удовольствие. Это же ужасный человек, да. Это просто он извратил всё внутри, всё внутри себя, свою душу, свою сущность. Он извратил полностью, да. Он не только делает зло, но получает удовольствие и думает о нём. Как сделать это зло? Уже день прошёл, да. Он не может заснуть, если не придумает. Да, здесь мы, как бы видим, опять Саш Ламо заставляет нас подумать о сочетании двух моментов, да. Не заснут, если не придумают, как сделать зло на завтра, да. И пропадёт сон у них, если не доведут до кого-то до падения. Они не смогут уснуть, если не придумают, как подставить подножку человека, чтобы он упал, да. И уже другое, да. Они едят хлеб беззаконие и пьют вино насилие. Он специально сделал так, Саш Ламо выдвинул на первое место их внутреннее желание зла, да. И потом просто, как бы, как сказать, так сказать, побочный продукт, да. Они едят хлеб беззаконие и пьют вино насилие. То есть они делают зло, творят не только для грабежа, и даже не столько для грабежа, потому что это стало их природой, да. Поэтому не вставай на путь, злодеев, да. Там было, потому что погибнешь в первую очередь, да. А здесь в первую очередь, потому что, ну, они же просто убивают свою душу, да. И дальше посылка тоже очень непростая, да. Но стезя праведных, как светила нога Венера, да, которая более и более светлеет до полного дня, набирает силу. И перед рассветом Венера, как мы знаем, светится наиболее, светится наиболее полно, наиболее ярко, наиболее заметно перед самым рассветом, да. И это потрясающий совершенно образ, да. И царь тому говорит, да, не вставай на силу злодеев, да. А если они господствуют, а если они всё захватили, а если с ними сила, если бесполезно им сопротивляться, потому что ты ничего не можешь справить, всё равно не вставай на путь злодеев, да, иди с праведниками, которые идут как во тьме, в том смысле, не в том смысле, что они блуждают, а в том смысле, что они не видят света, не видят просвета, не видят никакого исправления ситуации, иди с праведниками, иди с ними всё тёмное время, потому что обязательно настанет время света, и ещё до рассвета начнёт светить звезда, которая укажет на восход, на появление, на восход, на, так сказать, на появление дня, на начало нового дня, совсем другое время, начало нового дня, когда злодеи, когда злодеи исчезнут, да. Так что мораль царя Ашламо – не подходи близко к злодеям, несмотря на то, что они господствуют, да, несмотря на то, что ты не видишь иногда другого пути, как выжить, как прожить, как заработать, ни в коем случае, да, почему? Потому что, не присоединяйся к ним даже близко, потому что они губят себя, губят свой внутренний мир, убивают свой внутренний мир, да. Вот. И иди дорогой праведников, хотя вокруг для праведников всё темно, темнота, нет просвета, потому что засветит звезда будущего, и потому что засветит звезда будущего, который укажет на приближение дня. Представляется, что эта посылка царя Ашламо может быть расширена не только с личного уровня, с личного наставления человека, она может быть расширена до всего народа. И кажется, что перекликается с посылкой из Талмуда, с Талмудой Ирушалми, которая, может быть, хорошо известна многим, да, но, тем не менее, можем посмотреть на неё несколько новыми глазами. На Талмуде Ирушалми, Масахид Брахот, Первый Перек, на Раби Хия и Раби Хия, Раба, и Раби Шимон Бен Халавта, этой эпохи Амараев, они шли в одной из долин около горы Арбель. в тёмное время, но близко к утру, на Верау Аеледа Шахар и увидели лань зари дословно, это название той же самой нога, той же самой Венеры, которая наиболее сильно светит перед зарёй, и увидели, как она набирает силу, набирает свет. И сказал Раби Хия, Раби Аба, сказал Раби Хия, Раби Шимон Бархалавта, и он сказал, так, гюла Израиля, сначала немного-немного, а потом он идёт и набирает силу, и постоянно набирает силу. А почему так можно сказать? Потому что в Миха сказано, когда я сижу в темноте, свет, мой Бог, это свет мне. Теперь здесь целая ситуация разворачивается в этом отрывке из Иерушалайма, что такое гора Арбель. И они идут в долине около горы Арбель. Гора Арбель, она как бы нависает, или нельзя так сказать, что нависает, она поднимается высоко над озером Кенерет, и, находясь в долине, по всей видимости, поднимаясь на гору Арбель, высходя из долины на гору Арбель, мудрецы видят на востоке, смотрят на восток и ожидают приближения зари, и вдруг они видят как бы вместо зари, видят Венеру, Нога, Айели де Ашахар, и тут же вспоминают о том, что заря, которую они так ожидают, она приближается. Этот свет ночной звезды указывает на то, что ночь скоро кончается. И гора Арбель, она недалеко от Тверии, и в Гемаре говорится, что из Тверии придет Машиах, был такой мудрец, который называют Раби Мейр Бааланес, это, видимо, не Раби Мейр Чудотворец, это невидимая не Раби Мейр Тана, это другой мудрец, который жил намного позже, он жил в Тверии, был известен как человек, который, по молитве которого происходят чудеса, он завещал похоронить себя в Тверии стоя, потому что он сказал, я хочу мгновенно прийти встречать Машиаха, из Тверии должен прийти Машиаха, это потому что в Тверии был последнее место Сангидрина, который, в общем-то, олицетворяет государственность и государственность Израиля, в то время остаток государственности, но, тем не менее, государственность Израиля, потому что не такой суд, как Сангидрин, он возможен только когда есть государство, государства, конечно, уже не было, вот когда Сангидрин боролся за свое существование в последние годы, но, тем не менее, он олицетворяет государственность, да, и гора сама Арбель, она олицетворяет борьбу за свободу, потому что поселение, которое было на горе Арбель, оно не сдалось римлянам во время Великого восстания, не так, как все остальные города Галилеи, которые сдал Юсеф Лави, Арбель удержался, долго держался, и когда римляне должны были захватить Арбель, то жители города бросились со скалы, это было неоднократным явлением во время Великого восстания, то же самое произошло в Гамле, то же самое произошло в Массаде, по Массаде несколько по-другому, там люди убили друг друга, то это символ ненависти к рабству, нежелания подчиняться чужой власти, зверской, отвратительной, барбарской, и нежелания быть рабами, и лучше умереть, чем быть рабом. Никто никогда из мудрецов Торы не осуждал тех, кто покончил вот так вот жизнь самоубийством, предпочтя мучениям, страданиям и жестокому расу предпочтя гибель. И как бы вот за этой такой картиной, когда мудрецы идут в долине, и подчеркивается, что это около горы Арбель, и мы можем представить себе как бы всю историю этой местности, всю историю еще недавних для них событий героической борьбы, желания свободы и предпочтения свободы рабству. И вот с этого места они видят восход, видят Венеру и утреннюю звезду, и говорят о том, как придет избавление Израиля. Сначала потихоньку будет небольшой проблеск, звезда, которая указывает на приближение нового времени, потом настанет новое время, и оно придет постепенно, как заря, чуть-чуть. Но что? Зарю невозможно остановить. В чем смысл этого высказывания? Свет, когда он начинает уже набирать силы, его невозможно остановить. Это то, что сказала, как вы помните, Зереш в Мгелат Истер Аману, что если он еврей и начал подниматься, то ты не сможешь одолеть его, а упадешь перед ним. Зереш откровенно это сказала Аману, когда еврейский народ начинает подниматься, его невозможно уже остановить. Похоже, что эти строки Шламо перекликаются с этой совершенно, я бы сказал, невероятной по красоте, по красоте мужества, я бы сказал, еврейского народа картины, которая дана вот так вот в несколько завуалированной форме, в несколько словах в трактате Брахон. Общее между ними, что нужно пройти тёмное время, что бы там ни было, не сдаваться, не оставлять свои принципы, идти и идти, когда начнётся свет, этот свет уже нельзя будет остановить. Здесь как бы у царя Шламо много начинает всё более светлеть до полного дня, пока не наступает восход. Здесь мы с вами разобрали, больше всего храним у береги сердца своё, потому что из него источники жизни. И немножко дальше мы продолжаем. «Устрани от себя кривизну рта и пренебрежение уста дали от себя», что имеется в виду, как говорят нам комментаторы, по крайней мере, да, от Софрим, ну и на самом деле другие, и Мецудат Давид, что сделай так, будь настолько чистым, настолько чистым в своём сердце, что приведёт к такому безукоризненному поведению, потому что из сердца, да, из него источники жизни, из него всё, что ты делаешь в жизни, всё из него вытекает из твоего сердца, да, вот, будь настолько чистым в сердце и в своём поведении, да, чтобы о тебе не могли сказать ничего дурного. Более того, да, даже если будут о тебе говорить хорошее, чтобы не смогли так несколько искривить губы, искривить рот, показывая, что, ну, несмотря на то, что он хороший человек, у него всё-таки есть недостатки, и немалые, да, это не словами, искривлением уст, да, искривлением уст может быть и выражением всего лица, но прежде всего искривлением уст сделать так, чтобы и этого не могло быть, чтобы это просто было неуместно, чтобы этому никто не мог поверить, да, и пренебрежение уста дали от себя, чтобы, да, чтобы не говорили так, ну, вот, какой замечательный, прекрасный человек, да, и вот, и тут же своим тоном пытались показать, что это не совсем так, да, «Глаза твои пусть смотрят прямо, и веки твои донаправлены будут вперёд перед тобой». «Глаза твои смотрят прямо», это понятно, да, чтобы ты, чтобы сердце было твоё чисто, чтобы ты был, сердце было твоё чисто, и, соответственно, все поступки твои были в соответствии с чистотой этого сердца, и тогда ты будешь смотреть прямо и никому не побоишься посмотреть в глаза, да, и одновременно будешь смотреть прямо, ты хорошо будешь понимать цель и будешь стремиться к ней, никакие личные устремнения, дурное начало не собьют тебя с пути, и то, и другое, да, ты сможешь посмотреть любому в лицо, в глаза, и сможешь не потерять цель, всегда будешь её видеть перед собою, и веки твои донаправлены будут вперёд перед тобою. А это что такое? Как веки направлены будут вперёд перед тобою? Что ходить с закрытыми глазами или сидеть с закрытыми глазами? Нет, царь Шламов, как всегда, уходит в очень сложные области без всякого предупреждения. Он говорит о том, что когда ты будешь спать, то царь Давид говорит об этом же в 17-м псалме, скажем, да, скажем, назовём сначала то, что говорит царь Давид, он говорит, призывает Всевышнего проверить своё сердце, его сердце, даже во сне. Вот он спит и говорит Всевышний, что он проверь моё сердце. Почему? Потому что когда человек бодрствует, бодрствует, да, то или давайте скажем так, что когда человек спит, тут может раскрыться самое глубинное то, что есть у него, что он даже сам как бы не совсем осознаёт, то, что люди называют подсознание, подсознание, вот какие-то свои проблемы. или даже желания, дурные устремления свои, да, он подавил человек, подавил, просто задавил их силой, да, и перестал думать о них, а они где-то есть, они сидят, где они сидят, так сказать, в подсознании, да, и оттуда его дурное желание, которое он победил, отодвинул его, оно продолжает влиять, так или иначе, да, и, как бы, когда человек спит, то тут, как бы, его разум отключён, и подсознание начинает влиять, оно может влиять на душу подсознания, которое, как бы, активно во сне и поднимается ко Всевышнему, да, и вот если у человека есть такие задавленные, но непобеждённые другие устремления, то душе трудно опять в такой своей полной чистоте спуститься в тело, и душа, конечно, всегда сама по себе чистая, но спускаясь в тело, она вот оказывается иногда под влиянием этого подсознания, дурных желаний, загнанных куда-то на данный план. Царь Давид призывает Всевышнему проверить его сердце во сне, убедиться, что у него нету и дурных желаний, которые он подавил, у него просто нету этих дурных желаний, как он говорит о себе, халаль ли би би кирби, моё сердце пусто внутри меня, что значит пусто? Пусто от дурного желания. Не может быть сердце у царя Давида пусто, как халаль, нечто пустое, оно пусто от дурного желания, нету там дурного желания. Так что, скажем, и царь Шламо призывает настолько исправить себя, настолько сделать сердце своё чистым или сохранить его изначальную чистоту настолько, чтобы дурных желаний не было в нём совершенно, не то, чтобы они были задавлены и подавлены, и человек не давал им воли, чтобы их не было совершено. И поэтому даже во сне, даже во сне, ты бы, когда твои веки закрыты, ты бы мог посмотреть прямо перед собою, не без влияния того дурного, что есть в тебе, что ты подавил, но не исправил. «Проторяй стезю для ног твоих, и все пути твои будут тверды, не сворачивай ни направо, ни налево, удали ногу твою от зла». Мы знаем, в Торе есть посылка, это «не отклоняйся, ни направо, ни налево», там имеется в виду закон Торы, как бы, а здесь, что царь Шламо имеет в виду, ну, может быть, примерно то же самое, сворачивать на право, это в сторону милости, когда это не нужно, проявлять милость к злодеям, или просто там, где это не нужно, ни налево, не устрожать суд, левая сторона – это сторона суда, там, где это не нужно, не нужно, как бы, относиться строго к людям праведным, стараться их наказать, это не нужно, потому что, если они оступились, они уже раскаялись, поэтому, когда ты судишь, или в твоих отношениях с людьми не будь милостим, там, где не нужно, по отношению к жестоким, и не будь слишком строгим по отношению к праведным людям, которые могли оступиться, удали ногу твою от зла, ну, понятно, не приближайся к злу, на всех твоих путях, и здесь четвёртая глава заканчивается, и дальше в оставшееся время мы постараемся с вами захватить немножко из пятой главы, которая сама по себе интересна, и тоже на первый взгляд представляется повторением того, что уже было сказано. Сын мой, к мудрости моей прислушайся, к выводам моим преклони ухо твоё. Казалось бы, повторение, но здесь будет совершенно в другом аспекте, и мы увидим, мы увидим, почему такое, в дальнейшем увидим, почему такое наставление даётся как преамбула, как некоторое введение в голове. Чтобы хранить цели, к чему ты стремишься, посмотрим на иврит, лишь мор меземот, хранить замыслы, хранить замыслы, не раскрывай всегда все свои замыслы, хранить замыслы устремления, какие цели ты ставишь перед собой, и уста твои пусть хранят понимание, как притворить замыслы в жизнь. То есть есть что-то, что ты должен беречь в своём сердце, и тут неожиданный какой-то переход. И высотовый мёд источают уста чужой женщины, и глажа елея неба речь её, но впоследствии от неё горький, как полынь, острый, как меч, обоюдоострый, ноги её нисходят к смерти, то есть если ты пойдёшь за ней, придёшь к смерти, на преисподнюю упираются стопы её. То есть ходит она где-то там, где могила. Преисподня, Шиоль, это, может быть, могила, переведено как могила. Но он уже говорил, чтобы спасти тебя от женщины чужой. Нам царь Шламу уже это говорил. Игорь предупреждал, что все, кто приходит к ней, они не вернутся. И мы говорили о том, что это и до упоклонства. Что же здесь? Неужели просто повторение? Нет. Там была женщина, к которой ты приходишь, к которой ты уходишь. И до упоклонства, к которому ты приближаешься, с которым ты сближаешься, упаси Бог, туда совсем уже падаешь, в это и до упоклонства. Это чужая женщина. А здесь чужая женщина, она приходит к тебе. И приходит с такими речами, что они просто сладкие, как мёд. Но на самом деле от этих сладких речей и речей тяжёлые последствия, и ведут они к смерти. О чём здесь предупреждение царя Ашламо? О том, чтобы ты был осторожен со всеми теми идеями, которые проникают в иудаизм и которые говорят, что мы сделаем ещё лучше. Ведь у Торы есть цель, правда? У Торы есть цель. Мы её достигнем, этой цели ещё быстрее, чем ты её достигнешь. Для примера можно представить себе христианство, особенно в начале его возникновения, когда все первые христиане были евреями, братьями того же Иисуса, Ешиа, и все его последователи, все его, так сказать, апостолы были евреями и развивали идею, что таким путём, как, скажем, традиционная Тора, невозможно достичь цели, невозможно достичь исправления мира. Мы сейчас несём некоторые поправки, но ведь правильно же, правильно, что Тора должна повлиять на весь мир. Но давайте мы сотрём различия между евреем и неевреем. Нет ни Элина, ни Иудея. Убаси Бог, как говорится в Евангелии, постепенно начнём стирать заповеди. Ну, хорошо, ладно, пусть евреи соблюдают заповеди, но не евреи не должны, и они должны быть всё вместе, стремиться к одной цели. И ведь правда же, правда, что в Торе центральным моментом является возлюбие ближнего своего, как самого себя. Ну, а ближний же – это не только евреи, это всякий человек, который стремится к добру, устремлён к добру. Ну, разве это нелогично? И разве так нельзя прийти быстрее к цели исправить мир? И нужно действовать изнутри, со стороны души, нужно власть оставить в руках злодеев, в руках римлян, а нам нужно создавать свой новый мир. Поэтому Богу Божье, а Кесарю, Кесарю, давайте откажемся от любой власти, и будем добром исправлять мир, если у тебя ударили по правой щеке, подставь левую. Или там наоборот, я уж не помню точно, вы уж меня извините. И на это произвреждение, оно, скажем, актуально было всегда. Остерегаться самых разных посылок и течений, которые вроде бы соотносятся к Торе, близки к Торе, но на самом деле мы видим, что и они как бы очень сладкие, речения таких учений, но мы понимаем, что они, не нужно долго объяснять, что они приведут к горьким последствиям и будут остры, как меч. И сюда же можно отнести и реформизм, что вот, ну, правильно, Тора, она от Бога, но ведь те заповеди, которые были даны, они даны были для того, чтобы их соблюдать в пустыне, ведь только в пустыне нельзя было есть свинину, потому что там это вредно на такой жаре, а в наше время это не вредно, и так далее, бесконечно сладких речей. Давайте, мы должны все оставаться в изгнании для того, чтобы исправлять народы, для того, чтобы исправлять народы мира, мы для этого созданы, чтобы быть в изгнании, быть такой закваской для народов мира, и пошло, и поехало, нет конца. Нет конца этому. И всё правильно! Всё правильно! Что ты можешь сказать им, что ты можешь противопоставить им, для того, чтобы даже где-то в душе они тебя не зацепили, чтобы не родилось такое мысль, ну да, может быть, у них тоже есть доля правды, ну да, они тоже имеют право на существование, да, вот, ну, конечно, правда со мной, с Торой, с соблюдающим человеком, но у них ведь есть какая-то слоя тоже правды, как ты можешь от этого уйти, да, вот, уйти от этого можно только одним способом, да, есть, есть Галаха, да, есть закон Бога, который является неизменным, он дан навсегда, да, он дан навсегда, и его нельзя отменить, да, он вечный, да, так же, как вечен союз с Богом, союз нельзя разрушить, и закон Бога, на основе которого строится этот союз, нельзя изменить, отменить, подправить, исправить, да, вот, ничего этого нельзя сделать, это единственное спасение. То же самое касается и всех теорий, которые разбиваются внутри иудаизма, да, что как совершенно традиционные люди, соблюдающие запады, они разбивают теории, что, ну, вот, пока не пришёл Машиев, нужно жить за пределами земли Израиля, да, ну, всё очень хорошо, всё очень сладко, всё замечательно, да, но есть Галаха, и она записана прямо в Шулханнарухе, да, есть Кузари, основополагающий труд, который родился раньше любого хасидизма и любых теорий, так, раньше, скажем, родился, я как бы условно говорю, да, был составлен величайшим мудрецом до того, за 4-5 веков, до того, как возник хасидизм, и в этом труде на первое место выдвигается жила необходимость, необходимость – это неправильно, обязанность жить в земле Израиля, несмотря даже на опасности, которые могут подстерегать человека в земле Израиля или по дороге к земле Израиля, да, об этом говорит Кузари явно, да, явно, и когда, скажем, да, и вот, и нельзя попадаться на такие вещи, да, что вот на сладкие, замечательные, что пока не пришёл Машир, что пока вот, да, нужно жить в Галуте, а вот как же, если все евреи соберутся к Израилю, упаси Богу, бросят ботумную бомбу, весь народ погибнет, поэтому нужно оставаться в диаспоре, а в диаспоре евреи поддерживают, из диаспоры евреи поддерживают Израиль, и опять, и пошло-поехало, и нет этому конца, да, вон, это всё это ставки уста этой женщины, о которых надо, которые глажили Елея, да, их надо, надо остерегаться, да, вот, так же, как реформизма, так же, как караимов, которые возникли после, скажем, после завершения эпохи Талмуда в период Гаонов, да, и вот, и подчёркивали, что есть только, что есть только письменная тора, её надо придерживаться, можем пойти и раньше, и вспомнить Цедукеев, да, которые соблюдали заповеди, но утверждали, скажем, соблюдали некоторые заповеди по-своему, продвигали свои идеи, были близки к, были близки к эллинизму по своим идеям и образом жизни, но не по соблюдению заповедей, да, вот, то есть, короче, нету, нету этому конца, да, это не та, это не та женщина, которая манит тебя оставить Тору, брось всё, пойдём служить Баапиору, да, нет, это не та женщина, да, это женщина, которая приходит к тебе и говорит, да, ты такой хороший и замечательный, и ты прав, и ты основа всего, у тебя все основы, ну, давай, давай мы это расширим как-то, да, давай мы сделаем лучше, да, вот, ну, нельзя же быть с такими узкими представлениями, как ты, всё, всё, что ты говоришь, только гораздо шире, да, вот, это, скажем, предупреждение не попадаться на, не попадаться на удочку, не попадаться этой удочкой, на удочку этой женщины, да, вот, будь то ложные идеи внутри самого иудаизма, да, будь то ложные идеи, которые тянут за пределы, тянут за пределы иудаизма, да, нужно быть очень, очень осторожным, очень осторожным с этим говорит царь Шламо, да, можно к этому присоединить и то христианство, современное христианство, которое приходит к нам, да, возвращается и говорят, мы вам будем помогать, да, мы за вас, и всё это начинается, и вы наши старшие братья, и здесь истина, и всё, да, вот, но что, да, что у них в голове, да, речи их сладкие, но что у них в голове, нужно, чтобы исполнилось пророчество, евреи собрались в Израиле, и там в Израиле все они, упаси Бог, крестятся, да, вот, да, то есть, ну, конечно, можно спросить, но если мы уж в Израиле, если мы уж сами, если мы избавились от вас, то зачем нам креститься-то, да, вот, это как бы можно сбросить их в шутку, но, скажем, и, поверьте мне, нет конца этому влиянию, да, нет конца проникновению чужих идей в нашу среду, да, через нас же самих, да, через нас же самих, вот, и царь Штаму предупреждает, что с этим нужно быть очень-очень аккуратно, да, вот, я здесь остановлюсь, да, не знаю, насколько мне удается объяснить эту красоту текстовые, должны мне тут отнестись ко мне с некоторым снисхождением, потому что это очень трудно, да, вот, и облечь все эти идеи в какие-то понятные слова, и еще привести примеры, да, ну, очень надеюсь, что все-таки результат у нас есть, в том смысле, что есть взаимопонимание, да, сейчас я останавливаю стоп-шер и жду ваших вопросов, пожалуйста, если что-то хочется спросить. Мне очень, вообще, потрясающе. Я никогда бы не поняла бы так, как вы сейчас объяснили. Слушаю вас и согласна. Сдумаю. Основа, зацепка, я не придумываю сам, да, зацепка, да, цофрим, конечно, для того, чтобы потом объяснить, развернуть и вообще додумать, о чем он говорит, нужно еще немало усилий, но зацепка есть в нем, да, цофрим, на Мишлей, вот, видите, это у меня книга настольная, как бы, вот, Мишлей, да, цофрим, как бы ее поймать, ее фокус, вот, и, ну, неважно, поверьте мне. Понятно. Так что, как бы не кажутся, не новаторскими эти идеи все, может, они действительно новаторские, но есть зацепка, есть зацепка у наших мудрецов, слава Богу. А вот еще можно не совсем по теме, но, как бы, сегодня вот все это, я знаю, что вы, конечно, за то, чтобы подниматься на храмовую гору. А вот как насчет мнения, извиняюсь, Раваде и Сефе и так далее? Ну, во-первых, не я, не я один, есть большое число людей, очень знающих Тору и так далее, есть потрясающие мудрецы, как, скажем, такой, как Рафариэль Исраэль, который, кроме его общих знаний в Торе, он является авторитетом, с которым трудно спорить, и те, скажем, вещи, которые, вещи, идеи, или, скажем, ту Галаху, которая не соблюдалась по многим причинам, скажем, не соблюдалась на протяжении изгнания, он продвигает, и, в общем-то, мало кто ему может возразить, практически нет возражений. Я говорю, например, о трублении в Шафар, в Рожа Шана, даже в субботу, на Храмовой горе. Вот это было недавно, и, скажем, есть галактические рассуждения, и все, но мало кто, что может противопоставить Тору Афариэлю. Дело, скажем, как вам сказать мнение Рафа Абаде Иосифа. Хорошо. Скажем, люди говорят, что не отклоняйся ни вправо, ни влево. Это как бы от слов мудрецов. Это замечательно. Галаха предполагает, что не отклоняйся ни вправо, ни влево, в том случае, если тебе объяснили Галаху. Если тебе говорят, есть такая сгула, прыгай на месте, подпрыгни три раза, и будет хорошо, то я не обязан верить и не обязан это исполнять. В галахических посылках должно быть основание. Я вам расскажу историю такую, которую знаю как свидетельство. Пришла к Рафа Абаде Иосифу Пара. Я вам скажу, что это мои, скажем так, мехутаним, отец и мать моего зятя. Они пришли к Рафа Абаде Иосифу в свое время. Он из ашкинацкой семьи, она из сефарской семьи. И родители были категорически против их брака. Речь идет об истории 45-летней давности. Примерно тогда в Израиле это было очень остро стояло. И, скажем, невеста пошла к Рафа Абаде Иосифу, потому что она из сефарской семьи, и просить у него разрешения, согласия, постановления, что она может выйти замуж за того, кого хочет, вопреки желанию родителей. Рафа Абаде Иосиф сказал ей, что она должна уважать родителей и поступать по слову родителей. Тут же сидела рядом с ним его жена, которая сказала ему, что ты говоришь. Галаха совсем не так. Галаха, что в этих вопросах не слушают родители. Он сказал ей, ты права. Это легенда, миф о том, что все мудрецы, они всегда правы. Что они никогда не ошибаются по-своему, скажем. Он решил ей сказать таким образом, по каким-то соображениям. Жена его поправила. Раф нашего Ишува рассказывает, я, может быть, рассказываю вам всегда, рассказывает о своем деде, который приехал в Израиль из Польши еще до войны. Он говорит, что он приехал после того, как ему приснился сон. Бывают такие очень четкие сны. Ему приснился сон. Темная комната, в которой начинается потоп, ее заливается водой. Есть какое-то окно светлое, куда вылетают бабочки. Он пришел к своему раввину. И как он почувствовал в этом сне, что надо ехать в Израиль. Равин ему говорит, ну, ты не волнуйся. Мы тебе сделаем от Ават Халом. Мы тебе этот сон... Сейчас мы прочитаем молитву, повернем его в хорошую сторону, чтобы ты мог здесь оставаться. Если бы он послушал этому наставлению, то он бы погиб вместе со всеми там же в Польше. Он пошел за своим сном. Это легенда просто. Легенда о том, что нужно слушать мудрецов, совершенно не разбираясь. Во-первых, есть другие мнения. И понятно, что с галактической точки зрения, как бы, да, если... И что нету запрета подниматься на Храмовую гору, даже в, скажем, в Израт Нашим, нет запрета подниматься в нечистом состоянии, галактического запрета нет. Но и туда не поднимаются. Те, кто поднимаются, поднимаются на Тосефид Гордус, туда, куда можно подниматься в нечистом состоянии, и все равно окунаются в Миклу. Любое решение, как и не скрывают уже сегодня те раввины, которые по просьбе Шабака написали, что не надо подниматься на Храмовую гору, но по просьбе Шабака, по обращению Шабака написали об этом, они не скрывают о том, что их решение является политическим. Они уже признают то, что есть Тосефид Гордус, есть добавление Гордус, куда можно это, в общем, подниматься, по крайней мере, по некоторым мнениям, как они говорят. Решение это является политическим, а не галактическим. И я бы не сказал, что я обязан следовать этому решению. Глобально, скажем, в наше время давно уже многие важные решения, они принимаются снизу, а не сверху. Если вы возьмете решение о женском образовании, то это решение о женском образовании, что оно возможно, допустимо, а может быть, даже желательно, оно было принято в результате революции, которую подняла Сара Шнирен. Революция в той... Это не было против мудрецов. Она искала поддержки мудрецов. Просто настало время, когда, торгуя в керосинной лавке, женщина не могла уже заработать и поднять весь дом. Идея была в том, что нужно образование для того, чтобы зарабатывать. Женщинам не давали образования вообще никакого. И Хофиц Хайм поддержал ее. Поддержал после того, как она уже подняла эту революцию. Он поддержал ее и сказал ей, сказал ей, что... Сказал не ей, а написал, что если не дать женщинам образование, то они будут вынуждены идти в гимназии, скажем там, в нееврейские. И многие из них уйдут от Торы. Поэтому лучше создать свои учебные заведения, что и было сделано. И с этого началась школа Бейтияков. И как бы сегодня совершенно не считается запрещенным обучение женщины Торе и профессии и так далее, что является на самом деле совершенно правильной посылкой. Но для того, чтобы это пробить, нужна была революция снизу. Также и приезд в землю Израиля после Вильнисского Гаона, можно сказать, и после Баальшем Тоба, после них не возглавили это движение. То есть, когда началось движение, его не возглавили, к сожалению, мудрецы. Мудрецы Торы. Это движение было снизу, оно было народным. Теперь то же самое происходит и в отношении в отношении Храмовой горы. Понятно, что, скажем, ну, понятно, по крайней мере, после 7 октября, я думаю, совершенно очевидно, что если мы будем опасаться неевреев, будем опасаться реакции неевреев, то мы будем только проигрывать. Храмовая гора с галахической точки зрения является, ну, уж по крайней мере, частью земли Израиля. На ней на данный момент де-факто нет израильского суверенитета полностью. И это место, которое требует завоевания. Завоевание – это заповедь, которая лежит на каждом еврее. Война ведется теми средствами, которые, возможно, нужно вести. Иногда демонстрациями, иногда туризмом. И так, что приход на Храмовую гору, я, например, для себя рассматриваю не что иное, как заповедь завоевания Храмовой горы. Рассказывать всю историю, все последствия нашего отказа подниматься на Храмовую гору, фактические последствия, я не буду, они просто... Это долгая история. Но и разрушение, которое производят арабы, разрушение всех ценностей, разрушение того, что поможет нам построить храм, понять эту местность, понять, где находится жертвенник, они все это разрушают, и разрушают исторические памятники. Это результат нашего пренебрежения Храмовой горой. И если правительство склоняет голову перед Иорданией, совершает преступления с точки зрения Торы, передавая права на землю Израиля, на самое святое место Иордании, то это не значит, что каждый гражданин должен идти в этом за правительством. Тем более, что у правительства и некто уже на сегодняшний день такого решения, что нельзя подниматься на Храмовую гору. У Шабака, да, Шабак... У Шабака разные мнения. Вход на Храмовую гору, начиная с 95-го года, был разрешен по инициативе Шабака. А теперь Шабак считает, что не надо подниматься слишком много евреев. Вот он обращается к раввинам для того, чтобы те выявления, выдали свое постановление. Я никого не обвиняю. Но я соблюдающий еврей, реальный человек, приверженный Израилю, приверженный идее того, что мы с вами сегодня прочитали, что если еврейский народ начинает подниматься, то он уже будет подниматься, его не остановить. Поэтому мне не хотелось бы возвращаться обратно в Галут, даже мысленно. и пользоваться этим, скажем, не пользоваться, но опираться на то, что не надо сердить Гоев, альтергизу – это Гоим, и учитывать это постановление ни в коем случае. Хотелось бы двигаться в плане завоевания земли Израиля, скажем. И, опять же, никого не обвиняю, но только есть такое правило, суровое правило. Тот, кто объявляет Голоху, такое, какое на ней, или постановляет Голоху, а Голохи такой нету, у него нет удела в будущем мире. Всем, кто запрещает с Голохической точки зрения, не с политической точки зрения, не говорит, что он раввин, и из общих соображений он считает, что сейчас не время подниматься на Храмовую гору, а тот, кто объявляет это голохическим запретом, я ему предлагаю быть осторожным. Спасибо большое, Хазак. Я уж не знаю, спасибо ли здесь. Авдеев жестоко об этом говорит, вы не представляете. Это только малая доля, которую сказать. Да, хорошо. Авдеев, я Шарков. Спасибо. Да, вам спасибо. Хорошо. Ну, вот мы немножко ушли действительно от темы, я боюсь, чтобы не стушевалось наше сегодняшнее обсуждение, мне кажется, что очень важно. Я первой, первейшей задачей я ставлю перед собой и перед нами всеми, это прочтение текста, прочитать то, что написано. Спасибо большое. Всем всего самого-самого доброго и самого хорошего. И несмотря ни на все, как говорил Кот Леопольд, ребята, давайте жить дружно. Окей. Спасибо. Всем счастливо, пока. Спасибо.